Дорогие друзья, мы начинаем наш седьмой эфир. Сегодня у нас в гостях Андрей Георгиевич Румянцев и сегодня продолжение его лекции про сборник документов «Русская райвала» из материалов Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Андрей Георгиевич, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас снова увидеть в эфире. Поскольку в прошлой лекции мне не удалось, я остановился на самом интересном месте, то хотел бы и продолжить свой сюжет. Я кратко напомню, что в прошлый раз речь шла о принципах выявления документов, о работе с опубликованными источниками, отчасти с неопубликованными источниками, с литературой. И мы как раз подошли к моменту, когда я начал говорить о том, что вот на основе работы с уже с архивными документами первоначально появился нити-вариант брошюры из 30 документов. Так, давайте мы сейчас отсюда начнем. Вот опять же у нас обложка сборника, все та же, 2015 года. Был в свое время установлен круг сопредельных, основных фондов, где сохранились данные о райвале, да, о разных частях. Это духовная консистория, губернское по крестьянским делам присутствие, губернское присутствие, мусестроредство и оружейный завод, управление инспектора местных арсеналов, то есть как прямые фонды и фонды косвенные. Ну и целый ряд сопредельных фондов, где просто имелись отдельные любопытные данные о райвеловской школе, о местном самоуправлении, о деятельности райвеловского железоковательного завода, ну и еще там целый ряд любопытных моментов, где, может быть, случайные документы находились о райвале. И, как раз, по-моему, я на этом остановился, значит, у меня получился некий перечень довольно больших дел, около 300 дел, ну, из которых я попытался выделить, естественно, красным светом те, которые следовало бы радовать. То есть первую очередь, да, которые раскрывают, не являются частными какими-то делами, а раскрывают характер райвеловского жизни, да, и черным, ну, те, которые стоило бы работать, скажем так, во вторую очередь. Результатом подобной выборки стала брошюра райвела Рощина 2014 года. В ней как раз опубликовал замечательные прогулки по райвеле Ильи Лапина, уважаемого мной, ну, а я, в свою очередь, подготовил обзор документов по истории села райвела. Здесь я не был оригинален, поскольку в свое время такой же обзор делался по фондам Выборгского архива и фондов РДИА. Ну, мне просто это помогло в дальнейшем уже при подготовке второй части работы. И сразу хочу сказать, что поскольку документов было много, то, скажем, какие-то моненты специально не выделялись отдельно, прежде всего из-за небольшого числа документов. В частности, речь шла, допустим, по благотворительности, по повседневной жизни. Ну, вот то, что, скажем, Ильи Лапин, в общем, нашел свое отражение в статье райвела 16-го, начала 20-го века. Ну, это вот, собственно, основные стандартные принципы отбора документов. Они сейчас перед вами. Проходили они, соответственно, и определенная последовательность отбора. То есть сначала был предварительный этап, не самый удачный, и потом уже окончательный этап. Вот перед вами предварительные, то, что я говорил, да, 30 документов. Они по-своему интересны, но при всем при том, они, как мне даже коллеги говорили, немножко однобойте. Вот здесь, как вы видите, в основном документы о райвеловском железоковательном зоне. Ну, естественно, мне даже вопрос, ну, а, собственно говоря, а что там можно еще такого любопытного найти? Вот, поэтому через некоторое время, ну, может, через год появился окончательный перечень, из документов стало 40, какие-то документы из предыдущего списка ушли, и добавились целый ряд новых разделов. Вот смотрите, что в итоге получилось, да. Появились документы по административной истории поселения, тем более, что этот вопрос, в общем, о райвеле, он обсуждался при соединении райвела к Петербургской губернии, он обсуждался не только на местном уровне, но и на государственном уровне. Появились документы, вот то, что я говорю, райвела в контексте русско-финских отношений. Конечно, тема огромная, но в оргальном смысле так или иначе затрагиваемая. Появилась, естественно, тема жилозакрывательного завода. Документы по истории церкви появились. Немножко культурно-общественная жизнь. Райвел в эпоху двух революций, поскольку сборник предназначался для жителей райвела, то, естественно, отключил необычный немножко материал по личному составу жителей поселения. Ну, и вот давайте мы сначала начнем с первой части. Да, это по поводу церкви. Удалось найти документ номер один о перемещении как раз церкви Николая Чудотворца к тогда еще Линдоловскому железо-ководному заводу. Как раз об этом и я говорил в прошлой лекции по истории райвела. Вот, собственно говоря, один из этих документов 1802 года. Ну и пример, вот другой документ позднего уже как раз периода, 13-го года по приговору сельского схода жителей райвела. постройку храма, второго, собственно, храма в 500-летие дома Романга. Но из этого ничего не получилось, поскольку, собственно, только половина домохозяев была на съезде, но тем не менее подобная инициатива присутствовала. Ну а пожарный дом – это всегда вопрос был актуален. Райвела, как и другие местности, были деревянные. С пожарной службой было трудно. Но вот, потому что вот отчасти это заглохо в связи потом, вращавшись в Первую мировую войну. Административная история, она любопытна и чисто краеведам, и тем, кто занимается как раз историей русско-финских отношений, поскольку здесь документы позволили связать судьбы русского анклава с общим комплексом проблем русско-финских отношений, особенно второй половин 19-го, начала 20-го века. Ну вот такие наиболее любопытные документы – это акт об образовании Сестрорецкого райволовского сельских обществ, ну и, пожалуй, положение о райволовском сельском обществе Дивенепского перехода в 89-го года. Они, собственно, перед вами есть. Значит, и опять же вот уже мы выходим на, пока еще местный и на имперский уровень, поскольку здесь уже присутствует треписка с товарищем министром внутренней, где, в общем, известные личности попадаются. По поводу, собственно, возможности перешения судьбы русских жителей, значит, то ли переселение в другое место, то ли присоединение в Петербургской губернии. Ну, естественно, этот сюжет можно развивать до бесконечности, изучать его надо долго и упорно, но вот на локальном материале, вон так, у меня себе любопытность, как раз вот все известные люди. И тут Леви упоминается, и Бублика, в общем, специалисты по русским и финским отношениям великолепны, все эти фамилии знают, это еще меня. Остались документы о железоковательном заводе. Чуть-чуть я их подсократил, насколько я помню, я их немножко подсократил, слишком их было много. Но вот, например, оставил я в свое время документ ведомостроения оборудования завода, почему, что он довольно ранний, 34-го года. Ну, мы ему считаем, практически, то есть я 30 с небольшим лет после основания самого завода, и, по-видимому, одно из первых весьма подробных описаний. Там, то есть не 30, а только начало документов, там порядка 30 пунктов, вполне себе тоже можно это в случае посмотреть. Ну, и разнообразные документы тоже, в общем, касающиеся, как деятельности уже жителей, работников завода после закрытия, об их каких-то проблемах, об их сложностях, об их отношениях с финскими властями, с русскими властями, ну, и вот попытки преодоления всех этих моментов. Что касается общественной жизни, то здесь речь в большей мере шла о, ну, нескольких моментах, да, вот с левой стороны вы видите переписку по поводу постройки некоего медицинского пункта или избы для больных мастеровых. Ну, и дальше уже вопросы о содержании фельдшера, потому что вопрос был острый, не решался долгое время. В общем, как видите, по резолюциям, в общем, так окончательно решено не было. Ну, а напротив, одноклассное училище, здесь его судьба была более благоприятной, оно и образовалось в 1981 году, уже преобразован из школы 2020 года. Ну, и, в общем, сведений о нем тоже оказалось довольно много. Теперь, что касается момента, связанной с Райвел в эпоху двух революций. Ну, это, понятное дело, революции 5-го года. Любопытный документ, опять-таки, переписка губернатора с небезызвестным генерал-губернатором Треповым о демонстрации финнов в Райвеле и разложении местного Ленсмана, ну, там, с левой стороны, оно вообще попало в фонд пятибургского генерал-губернатора. Ну, а это, например, документ 2017 года, один из последних, по номеру 40. Это уже период временного правительства об образовании Временного исполнительного комитета самоуправления. Как мы видим по дате, это уже 2017 год. Добавлял я сюда документы по личному составу жителей Райвелы. Ну, удивительным оказался список с левой стороны мастеровых, аж 1820 года, тоже практически один из самых ранних. Ну, и огромный список, видите, номер 29, это список 89 обывателей о принятии финского подданства. Ну, речь идет, наверное, не только о самом факте, хотя он тоже интересен, но и тем, что здесь, ну, перечисляются значительная часть, по крайней мере, домохозяев. Тоже потом уже ко мне люди обращались, спрашивали, что-то именно на основании вот этого документа, что вот это наш родственник, мы хотели о нем побольше узнать, что-то о нем побольше услышать. Ну, отчасти я их рекомендовал к нашим фондам, отчасти в Выборгский архив, отчасти в архив Миттелье, ну, поскольку была возможность открыть метрические книги, и, в общем, ну, я таким образом консультирую не только по своему архиву, но и по сопредельным. Ну, и, наверное, такой любопытный момент, это связано с картографическими, да, всегда это привлекает. Удалось тоже, в общем, случайно найти выкрепировку из плана Киреневского прихода 87-го года, но с показанием той территории, которая предполагалась присоединить Петербургскую губернию. Это ориентировочно начало 20-го века, 903-й год. То есть как раз, когда шел разговор о присоединении территории от Приморской, так называемой, как тогда называлось, территории по Финскому заливу от Белооста до Раева, вот Петербургской губернии. Известный проект, в общем, как известно, в общем, он был окончательно подписан в 14-м году Николаем II, но так и не был реализован здесь, начавшись в Первой мировой войне. А причины тоже вполне понятны. Это, с одной стороны, формальный предлог – это наличие большого русского анклава в Раевеле. В общем, проблемой было то, что приписанная к Сестрорецкой области Раевела отстрояла на 35-40 верст, и жители постоянно жаловали, что, собственно, никакой помощи не получают, при том, что платят деньги в Сестрорецкое общество. Попытка как-то переселить русских жителей на другую местность, в общем, тоже не увенчалась успехом. В результате часть жителей приняла финское подданство, часть жителей осталась в русском подданстве, финское вернее гражданство. Часть в русском подданстве осталась. Ну и поэтому вот перед нами карта, где как примерно планировалось передвинуть границу, административную границу. Вот этот любопытный документ, я помню, что мы тоже с Ильей его рассматривали довольно долго, это тоже 1860-й год, это план центральной части. Ну, здесь мы сразу видим завод, да, с заводскими постройками, но, может быть, он не так интересен, как соседние строения, потому что здесь у нас показано, так, номер 12, то есть недалеко находился дом, я так понимаю, уйдет управляющего. Вот, собственно, Раево-Овская церковь, соответственно, на месте сегодняшнего братского захоронения. Сейчас она немножко сгибнет в другую сторону. Соответственно, мы видим дом управляющего, да, 16-й, и вот эти дома, 13-й и 15-й, то есть на карте он обозначен 13-й и 15-й, это, вот они, 13-й и 15-й, это, соответственно, дом, занятый училищем и фельдшером, и дом для притчета. Соответственно, как можно полагать, это помещение, ну, тогда аж не школы, а сейчас здесь располагается административный, собственно, корпус, да, поселковый комплекс, но и дом культуры, если так можно представлять. Ну, тоже, чем это любопытно, ну, во-первых, это вот как раз документ, найденный из круга неосновных фондов, да, что, в общем, повышает его ценность. Ну, и то, что, собственно, опять-таки, это ранний период, 1860-й год, ну, и при наложении его уже на карту Федотова 89-го года вполне, в общем, можно представить, как это все происходило. А причина появления, в общем, в фонде Балтийского механического сузостроительного завода вполне проста. Действительно, у нас с правой, с левой стороны идет надпись с контрактом Коля, там, 1860-го года. Это как раз то, о чем говорил на прошлой лекции по райвелу Илья Лапин, а речь шла о передаче райвеловского завода в аренду. И в связи вот с арендой необходимо было сделать план из самого завода, вот он у нас с правой стороны и прилегающей местности. Ну, и вот это у нас, я помню, был даже в архиве довольно длинный и непростой сюжет. Дело в том, что это план селения райвела из фонда Сестроедского оружейного завода, но я его попытался тут уместить. Понятно, что здесь не слишком что-то хорошо видно, его надо увеличивать несколько раз, но это примерно карта, так, примерно длиной под 2 метра. Мы, в общем, я там с большим трудом попросил наше руководство его отсканировать, ну, потому что он лежал в рулоне, как сами видите, сгибы. Ну, вот если присмотреться, то здесь, собственно, мы видим с вами нарезку участков, и вполне себе можно представить, ну, так, это ориентировочно, да, какие здесь мы видим основные пункты, потому что, ну, вот насколько я помню, вот это у нас, собственно, центральная, так называемая, большая дорога. Вот здесь у нас, ну, опять-таки, будущее, сейчас это так называемая нынешняя социалистическая улица, насколько я понимаю. Вот здесь, ну, вот мы тоже с коллегами гадали, скорее всего, уже практически затоплено, затоплено, тогда довольно большой остров, ну, а когда я был маленький, это уже был маленький островок. Ну, и мы к своему времени смеялись, потому что иногда бывают такие случайные даже совпадения исторические. Ну, к примеру, вот там всем известным, жителям Райвова, да, одиннадцатый магазин, который здесь находил, и находится здесь, номер одиннадцать, конечно, в советское время было дано, но он как раз располагался на участке номер одиннадцати, ну, это, конечно, совпадение, я даже это исключил из работы, ну, чтобы не возникла иллюзия, что это прямая передача, нет, конечно, но вот такие исторические параллели тоже просматриваются. И видно, что здесь, по крайней мере, центральная часть, это всего лишь 68-69 годы, то есть момент перехода, собственно, райволовских поселян, из казенных вольные, ну, там, мы бы сказали, вольные обыватели, как раз из этим было создано, и к этому прилагался план, прилагался, вернее, список жителей, как в соседнем деле, то есть при наложении карты и плана на список вполне можно полагать, кто каким участком владел вот на этот период. Так что, в общем, тоже это для жителей, и, по крайней мере, это представляет интерес, они эту карту, ну, в таком, конечно, виде не показывают, а в личном виде демонстрируют школьникам. Так что, думаю, что для них это тоже представляет определенный интерес. Ну, и в заключении, я бы, наверное, сказал, сейчас добавил бы, может быть, еще пару таких сюжетов любопытных. Если говорить о вообще вот той ситуации, да, по, скажем так, по созданию подобных работ, то в основном, конечно, среди архивных работ, архивных произведений, сейчас, конечно, преобладают даже не научные, не тематические разработки, а научно-популярные. Связаны они с, ну, во-первых, большим спросом подобных работ, с такими меньшими трудозатратами, и я бы сказал, что меньшим и в каком-то смысле требованиями, поскольку именно вот такого плана научно-популярные, краеведческие работы находят максимальный отклик среди краеведов, среди жителей. Ну, и опять же, я бы повторил, повторюсь как в куш-рекции, вот исходя из анализа нынешних выходящих краеведческих работ, у меня вот как у активиста есть, ну, несколько предложений, пожеланий. Ну, во-первых, при работе с, и особенно при публикации документов, все-таки желательно указывать правильное, особенно название архива и полный шифр делу вплоть до листа. Почему? Потому что к нам обращаются люди с конкретными публикациями, приносят нам книгу, вот скажите, вот откуда это взято, мы тут не видим, ссылки прямой нет, указано в конце, в подстрочнике, просто из там из фондов ДСПБ, мы хотим это дело найти, вот там тут изображен тут описан мой дедушка, тут указан, здесь указан его адрес, ну, и что-то такое прочее. Это вот такое, как первое пожелание. Второе пожелание, ну, это все-таки работа с опубликованными изданиями, почему? Потому что сейчас увеличивается число вновь открываемых каких-то документов, то есть, которые уже опубликованы, они уже могут быть введены в научный образ, причем довольно давно, коллеги их открывают, открывают заново и преподносят какую-то сенсацию, как такое научное открытие. Мы потом тоже с этим и по час разбираемся. Ну, и еще один момент, который есть, это я бы сказал, может быть, самый сложный, связан с не просто публикацией самого документа, но это связан с необходимостью введения комментариев к тексту. То есть, я все больше и больше в работах встречаю просто упоминание каких-то любопытных документов, каких-то любопытных сюжетов без комментариев. Понятно, что это сложно, подчас надо установить конкретную подпись, дать хотя бы краткую справку о конкретном лице, но это все делается. Почему? Потому что если мы с вами давайте чуть-чуть назад так, давайте мы сейчас с вами вернемся в какой-нибудь пример и F5, допустим. Так, сейчас я, извините, пробегусь чуть-чуть вперед, просто покажу для примера. Потому что, опять-таки, это важно и для нас, и для потенциальных читателей. Так, ну здесь просто шифры у нас. Так, вот смотрите, вот опять-таки, это просто в качестве образца, ну, тем более, что эта работа проходила через архивный комитет, некоего образца подготовки документов для научно-популярных работ. То есть, с одной стороны, какой-нибудь простенький документ, пусть даже это один лист, с одной стороны, я пытался необходимо объяснять какие-то не очень понятные формулировки для читателей, то есть, какие-то комментарии, да, они обычно вводятся звездочками, одна звездочка, две звездочки, если какой-то там, особенно если это восемнадцатый, семнадцатый век, что-то не совсем понятно, не совсем читаемое, принято просто писать, там так в документе, такое всегда было, но при желании хорошо бы дать свою трактовку, что имеется в виду. Если, допустим, упоминается какой-то другой документ, вот здесь, на таковом прошении, с левой стороны, если ничего не удается, ну так напишем, ну вот не установлено, документ не установлен, но бывает, что этот документ просто лежит на соседнем листе, поэтому, ну всегда, значит, хоть он и не опубликован, я его всегда, принято его всегда вводить, да, и уже непосредственно прямыми сносками, естественно, в тексте, упоминаю, может упоминаться масса каких-то лиц, их, конечно, принято указ по возможности, тем более эти лица, особенно лица, ну скажем так, те известные первого уровня и первого лица, и вот как мы видим в соседнем документе, значит, вот у нас какой-то приговор, мы не знаем, просто так его описать, наверное, не очень хорошо, но если удается, скажем, по соседнему делу, а чаще всего и в том же самом деле найти, а чем, собственно, вопрос окончился, решение, чем вопрос, как вопрос был решен, конечно, лучше это вставлять в текст, но это уже, конечно, по воле автора, это можно непосредственно в постраничную сноску поставить, можно концевую сноску, но это все-таки лучше сделать, а если что-то, чего-то нет, вот тоже, пожалуйста, пишем, что в каких-то моментах в деле может быть не обнаружено, все вполне, ничего страшного, там местонахождение не установлено, то есть для чего это делается, для того, чтобы, опять же, к нам, скажем, приходят наши читатели с подготовленными уже кривическими сборниками, нам показывают, ну это хорошо, а вот где вот это можно найти, а как это поискать, и не видя, не работая с этим источником, с этой литературой, конечно, сходу довольно сложно сказать, здесь уже хотя бы понятно, ну вот не установим человек местонахождение, местонахождение, но выясню, кто имеется в виду, просто таким образом, вот то же самое, да, мы видим, что-то не обнаружено, то есть никакой трагедии нет, важно просто это описывать, это, конечно, муторно, я помню, что у меня на это ушло еще, наверное, может полгода, и со всеми комментариями, с расписанием того, кто имеется в виду, кто не имеется в виду, но таким образом, все вот наши документы по искривеческих сборникам, они, собственно, не только остаются внутри них, но и вводятся таким образом в общеисторическую канву и в общеисторический, уже и в научные обороты, могут быть вполне использованы, в общем, в серьезных научных исследованиях. Знаете, ну у меня, в принципе, все, я смотрю, что я даже еще 10 минут, 9 минут осталось, да? Андрей Георгиевич, спасибо большое. Да, я думаю, эти комментарии по поводу того, как надо готовить документы, будут цены многим исследователям, кто это посмотрит, но и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, их готовьте, можно их задать через чат. я хочу пару комментариев сделать к вашей лекции. Значит, первый комментарий я полностью поддержу, вот, что ваше высказывание, что знание, а не знание, это, собственно говоря, с этого должно начинаться любое исследование, не только с документами, да? Можно и шире сказать. И, к сожалению, тут вот, можно лишь процитировать Бориса Стругацкого, мы ленивы и нелюбопытны, и, к сожалению, очень часто так получается, что вот просто труды краеведов, неважно, не только неопубликованные документы, но и статьи, к сожалению, не читаются. вот, и вот немножко рекламы, собственно, труда, значит, добро пожаловать, посмотрите, на сайте Тереки СПБРУ есть, ведется мною библиография работы по Карельскому перешейку, значит, ее там легко найти, и, соответственно, вот ее и можно пользоваться. А второй комментарий, вы говорили о проекте, как сказать, от присоединения части вот прихода Кевинаппа к Петербургской губернии, я все-таки тут поправлю чуть-чуть. Дело в том, что проект 1903 года в принципе не имел никакого отношения к проекту 1911 года, ну, кроме общей конвейки. Потому что проект 1900 году готовился Бобриковым, ну, или администрации Бобрикова, а 1911 года проект готовился с Толыпиным по его инициативе, и мотивировка там все-таки была другая, райбала там играла роль скорее второстепенная. основная основная мотивировка была защита Петербурга и строительство Форта Ина, которое в 1903 году еще не началось. Вот, ну, вот такой комментарий. Если есть какие-то вопросы, так, мотивир пройдет в 1903 году, но у